Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. На радио Крым информационная война. Меня зовут Дмитрий Таран. Мы каждый день с вами встречаемся в эфире радио. Надеюсь, что очень скоро у нас вернется сетка вещаний на телевидении ежедневная. И в наших программах мы обсуждаем новости с точки зрения игроков, с точки зрения стратегии, с точки зрения кто во что играет. В политическом смысле слова. Сегодня у нас 21 мая, четверг, и мы сегодня с вами обсудим вот какие вопросы. Поступило несколько сообщений от наших зрителей и слушателей. Дело в том, что наши даже радиоэфиры мы записываем на видео и выкладываем в YouTube, на сайте канала Первого Крымского, на каналах всех участников, которые задействованы в производстве этой программы. И, соответственно, в социальных сетях у нас есть огромное количество людей, которые смотрят, комментируют, которые дают свои пожелания, рекомендации и, собственно говоря, информируют нас о тех или иных событиях. Вот пришло сообщение о том, что в Киеве в одной из парикмахерских разговоры между людьми, которые пришли в парикмахерскую, женская парикмахерская, и, в общем-то, разговор зашел за том, что украинцы прекрасно понимают, что Украину готовят к продаже, ее готовят к банкротству. Вот то сообщение, что появилось о том, что якобы моратории на выплату внешних долгов, это на самом деле означает ни много ни мало, как технический дефолт. И весь 2014 год, по факту, если посмотреть с этой точки зрения, на Украине был явлен с того места, собственно говоря, шел в том направлении, чтобы обанкротить страну и все ее активы, связанные с полезными ископаемыми, с железорудными полезными, с марганцевыми, с газом, с плодородными землями, в общем-то, без жителей, которые, как правило, понятно, что Западной Европе и раньше были не нужны, а сейчас так тем более. Так вот, речь идет о том, что даже появились цифры в интернете, что некоторые кланы дома Ротшильдов планируют, некоторые юридические лица от этого семейства планируют скупить Украину на корню, и даже цифра называется там в порядка 10 миллиардов долларов. То есть Украина в тот момент, она как Греция, если она объявит дефолт и не сможет исполнять свои внешние обязательства по долгам, а нужно сказать, что в этом году там цифра до 30 миллиардов, то тогда пойдет в ход продажи всего того, чего, по идее, продавать и нельзя. Сельскохозяйственные земли, например, энергетика, транспорт и так далее, и так далее. И вот есть уже покупатели на всю Украину. Так вот, в этой парикмахерской киевляне, вернее, киевлянки, которые пришли туда за этими услугами, в общем-то, завели между собой разговор о том, что все понимают. В Киеве все понимают, что Украину готовят к продаже. И при этом возникает вопрос, ну и что? И ответ приближенно такой, ну а что же делать? То есть абсолютно нет никакой воли к сопротивлению, абсолютно все текут по течению, абсолютно, ну во всяком случае, в этом круге общения люди даже не думают о том, чтобы играть в какую-то свою игру. Они все время страдательный залог и все время субъектность. Не объект политики, а не субъект политики, который сам определяет, что будет, как будет, как будем играть, а объект. То есть пешка на шахматной доске, которая за прошедшие два года, наверное, полтора, уж точно, случилась такая игра, при которой самая крупная европейская страна потеряла не только органы управления, не только концептуальную власть, но потеряла, собственно говоря, и волю к сопротивлению. Это видно даже на высказываниях самих граждан. У нас в студии работает телефон, мы сегодня с вами можем поговорить, ответить на вопросы. Мобильный телефон в студии плюс семь девятьсот семьдесят восемь, четыре ноля двести шестьдесят четыре, четыре ноля двести шестьдесят четыре, стационарный телефон двадцать четыре девяносто девяносто шесть. И пока первый радиослушатель дозванивается, я хочу остановиться на одной очень важной теме, которая вчера имела место в информационном пространстве. И она заключалась в том, что Олег Царев сделал некое объявление, связанное с тем, что приостанавливается деятельность проекта Новороссия. Ну, это самая общая формулировка. То есть она не приостанавливается в том смысле, что политический совет остается, остается парламент Новороссии, и они деятельность продолжают, но в целом явную видимую деятельность сегодня этот проект приостановлен. Сразу же в интернете началось, в общем-то, бурное обсуждение, опять, что Россия все слила, Путин слил, что Новороссия – это мечта многих граждан, которые 11 мая вышли на референдум и так далее, и так далее, и так далее. И вот эту часть, особенно в контексте, что Россия всех предала и всех слила, мне сегодня, кажется, очень важно прокомментировать, потому что Новороссия сама по себе – это некий светлый проект, который действительно по сердцу многим русскоязычным людям, независимо от национальности. Но дело в том, что еще в 2012 году я, будучи на Фейсбуке в своем другом аккаунте, был подписан на группу, которая называлась Новороссия. И при этом по этой группе было довольно-таки понятно, что ведется определенная работа, затратная финансовая, то есть тратились деньги на людей, которые писали материалы для этой группы. Это были исторические экскурсы, это была аналитика, это были экономические выкладки. Из этого всего, как искусственного разведывательного признака, можно предположить, что вообще проект Новороссия, ну, не предположить, а так оно и есть на самом деле, вынашивался людьми, живущими на Донбассе, достаточно давно. Причем не только на Донбассе, Новороссия исторически, со времен Екатерины и Потемкина, это территория от Одессы до Краснодарского края. Причем, включая и Харьковскую область, там, Слобожанщины и так далее. Достаточно крупная губерния, полученная в Российской империи в результате завершения ряда турецких войн. Так вот, этот проект Новороссия, мы его сейчас обсудим более детально. Сейчас прервемся, мне тут говорят, на небольшую, очень короткую, 30-секундную рекламку. И я подробно расскажу о том, что я думаю, как военный аналитик, относительно проекта Новороссии при остановлении его деятельности. Социальная информация Международный союз КВН и Крымская региональная лига представляют 25 мая Государственный академический музыкальный театр Открытие чемпионата КВН-2015 Игра на Кубок главы администрации города Симферополя Среди участников команды из Крыма, а также из Бишкека, Санкт-Петербурга и Сочи Приходи на Кубок КВН и смейся 25 мая Государственный музыкальный театр Телефон для справок 25 45 52 Социальная информация на Радио Крым Информационная война Да, возвращаемся в студию и поговорим о Новороссии. Дело в том, что проект Екатерины Второй и Потенкина, который был в конце 18 века Фактически начат, учрежден и который развился в целую губернию По большому счету это крупная провинция, крупная региональная государственность Которая входит в состав более крупной государственности Так было в общем-то с конца 18 века Безусловно, Новороссия как проект, который вдохновил людей, пришедших 11 мая 2014 года на референдум А люди как понимают? Люди понимают, что Новороссия это новая справедливая Русь Которая может стать локомотивом экономики для всей европейской части Руси И для всей, собственно говоря, большого русского мира И которая может поправить некоторые вещи Которые, например, во всех постсоветских республиках После государственного переворота 1991 года Реально недорабатываются В части государственного суверенитета В части эмиссии своей валюты В части более справедливого распределения материальных ресурсов В части, собственно говоря, неприватизации Невозможности приватизации стратегических объектов Связанных с энергетикой А это прежде всего вопросы национальной государственной безопасности И так далее, и так далее Так вот этот проект Екатерины Это совершенно отдельная история Это какой-то, знаете, журавль в небе Это такая мечта Которая, на самом деле, если спуститься на землю Имеет совсем другие очертания Тот факт, что группа в Фейсбуке была финансирована еще в 2012 году Наводит на мысль на том, что некоторые олигархические кланы Живущие на этой территории Они задумались еще в тот период Что они будут делать Какие будут сценарии развития Если, например, бандеровские боевики Как ударная сила других олигархических кланов Захватят власть А для того, чтобы сохранить капитализацию и возможность IPO Для того, чтобы выйти из этого конфликта Нужно создать определенные налоговые условия Поэтому Новороссия, например С точки зрения олигархических кланов Это совершенно другая страна У нас есть первый звонок в студии Мы продолжим этот разговор Давайте ответим на звонок Добрый вечер Слушаем вас внимательно Приветствую, Дмитрий Здравствуйте У меня такой вопрос Ну, вы в курсе, что в последнее время Обосстрелилась обстановка Да, на области Обстрелы постоянно Вот Live News сегодня показал Это там бесконечное С ней уже все фиксируется Тут, значит, еще провокации С этим детства Не знаю, что там реально Вот задержали двоих Как по игру, да? Бойцом Ну, вы в курсе, да? Да, да, да Да, ну, не хотелось бы сказать Что-то не больше Ситуация Что там реально происходит А, ну и вот по поводу Новороссии Там, Крыма Вот часто Вот, ну, до шестого класса Там, да Ну, может быть, пятый, шестой класс Это поколение Это быстренько Это выровняется Там, ну, вроде Ну, как-то этим Быть не приведут Новый, да? А вот что делать Вот с этими Дмитрией Потому что Вот именно Разговариваешь Они не то, что Там знают Новороссия Вот это Причерноморье Это Потемкина Сплава Одесса Там Все эти города Приуполе И прочее В том числе Крым Они вообще не знают Что Крым Будут Передан Украине Так и так Ну, в общем Время не буду занимать Вы меня, наверное, Надеюсь, подняли Да, да, да Очень серьезная ситуация Надо что-то как-то Исправлять Вот, в частности Вопрос еще такой Когда Крым Вот наш Вы это говорили На спутник Есть шансы Поднять его на спутник Чтобы вещать на Украину Про вот эту Медийную часть Я не отвечу сейчас Шанс есть Да, это будет сделано Я просто не владею Информацией Когда и как Хорошо, хорошо, спасибо Да А что касается Общей ситуации И то, что обострение Там идет Связка трех сил Первая существует Якобы там Официальная Власть В Киеве Которая Мобилизует На вооруженные силы В промышленных масштабах Детородное Мужское население Гонит Их на убой Сейчас Некая пауза Которая Местами даже Не прекращались Боевые действия Обстрелы мирных Там Жителей И так далее Но тем не менее Идет определенная Дипломатическая работа По линии Вашингтон Москва Это дипломатическая работа Проявления ее видны Это и Нулан прилетала в Киев Потом полетела в Москву Это и Керри прилетал в Сочи Это все произошло После 9 мая Там происходит Определенная работа И на самом деле Власти у Порошенко Достаточно сложная ситуация Поскольку ему угрожает Третья сила А эта третья сила Это так называемые Территориальные батальоны Нужно понимать Что Америка играет Двумя руками Как в преферанс Одной рукой Держа официальную власть СБУ Как подразделение ФБР То есть Внутренняя безопасность На территории СБУ занимается тем Что К ногтю Там прижимает Всех несогласных И это собственно говоря Делается достаточно жестко Террористическими Практическими методами То есть Все Местное самоуправление На Украине Подчинено Вашингтону Наши ставленники Да уже местами И не наши Я имею ввиду Украинцы Да Они собственно говоря Исполняют вот эту волю Но с другой стороны Вот эти территориальные батальоны Которые принадлежат Олигархическим кланам То есть Такие карманные войска На содержании Они Тоже Как бы согласовывают Свою деятельность С Вашингтоном Но с другой руки И получается так Что Играя в игру Что Порошенко Смотрит в рот Вашингтону Тем не менее Он до конца Не понимает всех раскладов Коломойский Например понял С ним Посол поговорил И он С этого поля Убрался Но вот Что происходит С Ярошем То есть получается Что даже если Будут какие-то Минские договоренности Даже если Они будут В чем-то выполняться В чем-то не выполняться У американцев Есть третья сила Которая называется Территориальные батальоны Эти территориальные батальоны Которые Наемники Там вообще-то Воюют И наемники Не всегда С Украины Не всегда При Днепрове Там очень много И саудитов И наемников Из Европы И шведы Есть и немцы И англичане И вот Они являются Той ударной силой Которая на самом деле Все равно Они деньги получают И бомбят Это все Фактически Приводит к тому Что Ну Многого говорить Вот Это либо гадать На кофейной гуще Либо там озвучивать Те вещи Которые гипотетические Я не знаю Какие там планы На самом деле Я думаю Что В любом случае Рано или поздно Сценарий приведет К тому Что власть Киева Нужно забирать Это нужно сделать Не внешним Вторжением До Киева Маршевым походом Например В войск Новороссии А это нужно делать Работой с населением Потому что Население Которое уже Не сопротивляется Даже продаже Украины Это огромнейшая проблема Связанная с тем Что народ обезглавлен Янукович Со своими там Людьми сбежал Других людей нет Люди которых Подставляют Там Мантян Там Другие там Спикеры Тот же Джангиров Там Другие люди Которые на ютубе Делают какие-то Программные заявления Эти люди все равно В какой-то степени Русофобы Они проповедуют Антирусскую Украину А для американцев Самое главное Это сделать Из Украины Русофобию Сделать антирусскую машину Для продолжения войны Вот тут На нас кладутся Задачи Связанные с тем Что нам нужно Информационную работу Организовать таким образом Чтобы Как минимум Сменяемой части Украинского народа Не с этими людьми Которые Майданулись И уходят Вообще От разговора И говорят Что Ну вот Ваш Путин Там Вот Вы вторглись Вот Вы воюете с нами Ну то есть Бред Вот этот Записной бред Рассказывает С ними Общаться сейчас Бесполезно Ну вот Есть же на Украине Больше половины Вменяемых людей Которые Либо молчат Чтобы не вызывать Агрессию В свой адрес Либо даже Работают И в социальных сетях И общаются И так далее Так вот Этим людям Не хватает Как мне кажется Методики Не хватает Знаний Не хватает Чуть-чуть Знаете Как вот Камаз заглох И надо прикуриться Надо аккумулятор со стороны Дать Чтобы завелся этот двигатель То есть Людям не хватает Прямо Пары концептуальных вещей Потому что Когда американские Русофобские люди Занимают информационное пространство А со стороны Русофилов Со стороны Пророссийски настроенных Граждан Украины Вообще Нет ничего Даже Из изгнания Чего Казалось бы Стоило Этой же Новороссии Которая Ну Функциональный аппарат Как минимум Поддерживать Ну хотя бы Интерес И внимание К своей Деятельности На протяжении Последнего года Хотя бы на уровне Таких же Еженедельных Оценок Обстановки Еженедельных Оценок Ситуаций С точки зрения Интересов Той же Новороссии Этого не ведется Это на самом деле Даже денег не стоит Это просто стоит Ну Идейности Если она есть То это можно делать Просто даже без денег Так например Ведет себя Валерий Викторович Пякин Так ведет себя Тот же Стариков Так ведут себя Ну Федоров Вот эти вот все Видеоролики Которые каждую неделю Дают какую-то Аналитику Они на самом деле Не стоят ничего Потому что там стоит Обычный фотоаппарат Либо видеокамера За там 15 тысяч рублей Штатив И микрофонная петля И все И это можно делать В любом месте В любом кабинете На улице И так далее И так далее Вот этот вот контент Который бы пояснял Кто играет За что играет И вообще Есть ли функциональный аппарат Новороссии Это большая проблема Люди Либо не знают Как включить камеру Либо не знают Что в нее сказать Что касается детей Дети Да 15-16 летние Которые проучились В Украине И которые сейчас Ну на распутье На самом деле До конца не понимают Мозги действительно Местами промыты И действительно Не без участия И родителей Определенное информационное Поле есть в семье И не без участия Учителей Как правило Гуманитариев Которые во время Украины Действительно Были местами Достаточно сведомые У детей получается Ну дежавю Было одно Стало другое И вот здесь Для того чтобы переломить Нужно только Количеством контента И количеством физических встреч То есть Я думаю Что нужно делать семинары С учителями И просто сверить часы Не директивно им Спускать методические материалы Что говорим вот так А не вот так А с ними надо По-человечески поговорить Вот собраться там Школа Две школы Три школы И провести такой семинар Чтобы и люди высказались Не просто директивно Получили указивки А чтобы они высказали Что они думают По этому поводу При этом сделать это Максимально там Не напряжно Не Ну Чтобы люди Спокойно могли выразить Своё мнение И Методически выработать Определённые мероприятия Которые каждый учитель На своём месте Может провести Совершенно не напрягаясь И Самое главное конечно Наши дети В основном то слушают В основном интернет Родители слушают так себе Учителей По стольку Поскольку И в основном Всю информацию Они черпают Из интернета Вот я позавчера Был в школе Так у меня После того Как я там провёл Небольшой классный час У меня полчаса Были вопросы Дети на самом деле Мне рассказывали То что и я Собственно говоря Вещаю в информационной войне Они информационную войну Не смотрят Они это всё черпают Из интернета У них там есть Определённый Ну такой В навал Вся информация Небольшой бардак Они просто хотят Структурировать Они многое знают При этом Естественно Поскольку Либо семья Например Не особо русофильская Либо учителя Что-то заложили И так далее Есть определённые перекосы Это можно сделать Только в диалоге Поэтому я думаю Что с детьми Нужно работать В школе Прежде всего Учителям Поскольку родители У нас за рублём Гоняются С утра до вечера Занимаются зарабатыванием Хлеба насущного То на учителей Или на педагогов Кладётся большая ответственность Соответственно С учителями Надо поговорить Может быть Местами их даже Накормить Если им например Просто тупо Не хватает на это Но вот эту работу Сделать И самое главное Поскольку дети Информацию черпают В интернете В интернете должно появиться Огромное количество Нашего контента То есть Если например Дети не знают Что в 54 году Крым был передан Украине То нужен мультфильм Пусть даже Местами двухмерный Черно-белый Очень недорогой В производстве Который с юмором Со стёбом Расскажет историю 20 века Так чтобы это Вбросить В группы Молодёжи Для того чтобы Они пересмотрели Перепостили Если дети Не знают Как почему Сформировалась Украина Как независимое государство Как был проведен Переворот Государственного 91 года Это тоже нужно Каким-то образом Показать Либо снять Короткометражку Либо сделать документальный фильм Который бы рассказывали сверстники Либо Ещё поискать Какие-то варианты То есть здесь Надо сделать Упереться в продакшн Который бы Производил контент Адресованный Непосредственно В 15-16 лет Нужно провести исследование Что они смотрят Нужно посмотреть Какие фотографии Они смотрят Нужно посмотреть Какую музыку Слушают И зайти через Ну с этой стороны Это определённая Исследовательская работа Там тоже нужно Финансирование Это финансирование Теоретически Можно найти У государственных органов Власти Но мне кажется Что в основном Это всё будет На первых порах Двигаться Со стороны энтузиастов Которые сделают Как минимум Сайт Которые начнут Туда размещать И тогда Подтянется Финансирование В общем Это я так уж Далеко вошёл Я вот думаю Примерно вот так У нас есть ещё один звонок В студии Добрый вечер Слушаем вас снимать Добрый вечер Дмитрий Это Симферополь Валентина Да, здрасте Дмитрий Я хочу Одну неплику Сказать Во-первых Относительно того Что Вот наши эти Спутники Стали падать Не надо было Приглашать в гости Американцев К себе На МКС Кстати Потом оказалось Что у них Ничего этого нет Ну Всё у них нормально Вот после этого Я ещё Знаете Душой почувствовала Что что-то будет Но один они дали Что слетал У нас А теперь вот Видите как Потому что Там Ну что-то там есть Нанотехнологии Сами понимаете Это первое А второе Вот я Смотрю сейчас Россия 24 И была Нервничаю Ничего-ничего И была Там Значит Бегущая строка Такая И значит Хотя Это самое Украина Разрывается Отказывается Значит С Россией Есть договорённость О взаимной охране Секретной информации Так вот Она разрывает Эту договорённость Это получается А у нас же С Украиной Сколько военной техники Делалось Всё это Ну Военно-обороны И вообще Вы представляете Это она получается Может отдать Кому угодно Все наши наработки Да Представляете Вот только Только вот сейчас Прошла эта строка Я вообще В шоке Меня всё трясёт Это Это До чего Стать Продажными Ну ладно Спасибо До свидания Спасибо вам Реплика понятна Хочу вам сказать Насчёт вот этой договорённости Не охранять там Военные совместные секреты На самом деле После переворота 91-го года А это был Государственный переворот Об этом Немного говорят Так его не констатируют Поскольку он произошёл Во всех советских Постсоветских республиках Но это по факту так Поскольку я имею там Доступ Общаюсь там С военными То я примерно Представляю как в 90-е годы Секреты охранялись То что Украина сейчас Формально констатировала Что она не охраняет Эти секреты А мы с вами касаемся Сейчас космоса Там прогрессов Там И всего Что касается Южмаша Ракетостроительного завода Днепропетровского То я вам скажу Что множество секретов Было сдано Ещё в 90-е годы И когда была война С Хусейном В Ираке То очень многие вещи Связанные с тем Что советская техника Служила в рядах Иракской армии Просто было Ну как бы Уничтожено Только потому что Коды Некоторые системы Свой-чужой Всё было Сдано Ещё тогда То есть всё было Украдено Ещё до этого момента Есть определённые Ракетные секреты Которые хранились До этого времени Но после того Как губернатором Стал Коломойский И когда он Собственно Начал активы Эти распродавать И документацию На СС Там вот эти ракеты Наши баллистические То в общем-то На этом уже закрыли глаза И начали строить Другие вещи Что касается Падений ракет Ходит версия Которую я Неподтвердительно Провергнуть не могу Но озвучить её стоит Дело в том Что Протон Как ракета-носитель Она устроена Как баллистическая ракета Управляемая Которая на всем Своём протяжении Имеет возможность Вплоть до Самого уничтожения Протон Не было Несколько модификаций После Советского Союза Он Это ещё с конца 60-х годов Носитель В 2006 году Появилась Модернизированная Протон-М Но системы управления Протоном Они все В общем-то Не имеют Грифа То есть они В общем-то Общеизвестны Существует Определённые каналы Вмешательства В управление Этой ракетой На всех этапах Подлёта Собственно говоря Ракета-Ангара Которая сейчас Только-только Вот входит Она разрабатывалась Как компенсация Протона Уже проданного Когда Можно влиять На полётный путь Протона А Ангара Это как баллистическая ракета Она неуправляемая И собственно говоря Она свежая И эти секреты Ещё хранятся То есть это тоже Вопросы государственного Суверенитета Это вопросы Деятельности Иностранных спецслужб На протяжении Последних 25 лет То что На МКС Были американцы Это Ну как бы Важная политическая часть Поскольку Ну как бы Всё человечество Работает над космической Программой Но Всё что касается Транспортных Вот таких вот Доставок Протоном Они действительно Имеют Проблемное место Да Мне говорят Что уже осталось Времени Одна минута Сегодняшний выпуск Посвящен был Новороссии Я коснулся Темы От того Что это Вроде бы Проект Екатерины Второй И Потёмкина Но на самом деле Есть ещё Проект Новороссия Условно Называется 2.0 Это проект Олигархических Кланов Которые хотели Сохранить Свою капитализацию На промышленные А Донецк Днепропетровская Область Это прежде всего Промышленный Кластер На территории Причерноморья Так вот Есть Новороссия Которая Совершенно Другой смысл Закладывается И эта Новороссия На самом деле Заинтересована В том Чтобы изгнать Лишнее население Либо уничтожить В таких вот Бомбардировках И обеспечить Переселение На эти земли Людей Из Северной Америки Из Европы Из Ближнего Востока В случае Если на Ближнем Востоке Что-то начнёт Происходить Это вот Ещё одна Новороссия И весь вопрос Теперь стоит в том Какой проект Новороссия Приостановлен Мне кажется Что проект Новороссия Который Люди Вкладывали 11 мая Он Приостановлен Быть не может В конце концов Множество людей Во всём мире Над этим работают Люди Говорящие на русском языке Идею новой Справедливой Руси Просто так не оставят В эфире была Информационная война Встретимся с вами Уже и на телевидении Завтра Спасибо за внимание Редактор субтитров А.Семкин